Всем привет, меня зовут Шамбо и мы продолжаем геройствовать в мире Меча и Магии. Прохождение игры Героя Меча и Магии, первая часть. В прошлой серии мы наконец-то завершили, по-моему, третий сценарий, который назывался Больные земли. И начинаем четвертую миссию. Четвертая миссия называется Свобода любой ценой. Теперь соседи видят у вас серьезного соперника. Все они стремятся завоевать центральный континент. Земля огромна, а враги далеко. Но здесь мало ресурсов и они сильно охраняются. Вы должны победить всех и стать хозяином целого материка. Кроме того, в прошлой серии для нас было главное задание найти Ока Гороса, по-моему, так оно называлось. В этой же просто захватить все, что можно. Хорошо. Начинаем по стандартной схеме строиться. Ничего необычного. Просто карта очень большая, как я понимаю. Наймем рыцаря. И было сказано еще, что ресурсов мало. Это уже тоже о чем-то говорит, что нам будет очень тяжело. Ресурсов мало – это в каком плане? Тут вроде как они валяются на каждом шагу. Неужели будет мало именно не самих ресурсов, а лесопилок, шахт, всякого такого? Карта Кристиану. Я думаю, я с ней справиться должен. Так, защищайте лучников, Кристиане. Ух ты, с одного выстрела, отлично. Так, этих убьем тогда. Так, двое померли. Ладно, бывает. Ладно, еще двое померли. Не такие великие потери. Теперь можно забрать хотя бы руду. Так, а тут что? Огр. Нет, с ограми у меня рано биться. Я пропустил фонтан. Хорошо, следующий ход. Надо еще сохраниться на всякий случай, а то потом я забуду. Как 41. Окей. Хотя автосохранение каждый раз само работает, спасает нас. Ладно, едем дальше. Объявили месяц жука. А я что, начал с шестого дня прям? Как-то странновато. Золото, конечно. Так, здесь у нас нет, драться не надо. Просто посмотрим. Так, как понимаю, здесь мало, хотя нет, вот лесопилка. Может, остальных ресурсов, таких как драгоценности, кристаллы, еще чего здесь мало? Потому что все остальное вроде как встречается. Вот и шахта под боком. Сейчас ее захватим. А это что за вишня? Колодец, завершаем. Блин, вот здесь лучники, это плохо. Да ладно, паладины. Паладины уже встречаются на карте. Раньше, по-моему, ни разу они так не встречались в свободном доступе, так скажем. А, еще меньше крестьян, чем мы до этого встречали. Сейчас всех положим. Мне кажется, даже крестьянам атаковать не придется. Лучники сами всех перестреляют. Ну да, как и говорил. Просто мясо на убой. Отлично. Золото. Неожиданно здесь самое важное, это золото. Потому что прирост золота небольшой. А замок приносит только тысячу. Так, что построим? Особой разницы я не вижу. Поехали дальше. Меня радует сообщение, которое было в самом начале карты, что враги далеко. Но все же стоит их остерегаться. Так что... Будяная мельница, мельник обращается к вам со словами. Господин, я трудился в поте лица, и прошу вас принять мою скромную лепту. Приходите на следующей неделе, и вы получите еще столько же. Хорошо, значит, тут нужно поставить какой-нибудь герой, который будет постоянно бегать и скакать вокруг этой мельницы. Например, вот эту. Так, здесь у нас золото подберем. Да, золото мне нужно. Я что-то строил на этом ходу? По-моему, нет. Пока весьма бодро развиваемся. Так, кристалл, а тут что? Святилище. В святилище скорее... Это, надеюсь, кентавр или какой-нибудь кочевник, а не вражеские герои. Так, этих крестьян можно завалить заодно. Так, здесь сложнее будет. Отлично. Еще бы сработала мораль раза два, и было просто замечательно, всех бы выкосили. Так, ты на расстоянии атаки подошел, а ну-ка. Ты можешь просто подойти куда-нибудь поближе, например, сюда? Ай. Справились вообще без потерь? А что это такое статуя? Над вами возвышается огромная статуя ангела. Внезапно ангел открывает глаза, и ваши воины с радостью ощущают, что их мораль возросла. Мораль-то возросла, но какой мне с этого прок прямо сейчас? Вот кто тут тусит? Еще интересно. Пока я бы сказал, даже просто очень много ресурсов на этой карте. Так. Нет, с орками я не совладаю, значит. Эта часть нами изучена. Отправляемся вниз. Вот тут я не проскочу, опять же, из-за стрелков, значит, сюда куда-то выходить надо. А тебе нужно пополнить армию. Видимо, про вот эти ресурсы имелось в виду, что их дефицит, потому что остальных, как обычно, и даже ворох, хотя нет, вот, опять же, кристалл, кристалл. Но шахты с кристаллами пока мы не наблюдали. Что строим? Гильдию магов, да и вайте. Потому что магия оказалась очень мощной. Она чрезвычайно мощная оказалась на прошлой карте, когда нам полотряда убивали либо каким-то метеоритным дождем, либо обычным и бурей. Снаряжаем по максимуму. Так, крестьяне, вы будете в замке тогда сидеть? А нет, мне хватает все. Так, и подберем, значит, вот эти ресурсы. Вот присоединились бы эти лучники ко мне, было бы просто замечательно. Вот лесопилка мне нужна, но они крови мне много попьют, я уверен, вот. А новая неделя началась или нет? Седьмой день. Значит, завтра я смогу сюда вот зайти. Можно просто тут переждать. Я что-нибудь строил сегодня? Нет, не будем пока строить. У нас есть в планах собор. Он важнее, чем гильдия магов следующего уровня. Хорошо, население возросло. Лучники, пожалуйста, присоединитесь ко мне. Да, я... Может, мне перед каждым нападением на лучников так говорить? Это замечательно. Так, и вот этих крестьян разберем, чтобы они стояли просто так. Спасибо за тысячу монет. Пока все идет очень хорошо, я просто рад. Может, нам будет за пополнением войск еще заехать? Или, не знаю, как выгоднее, снарядить может еще одного героя, который просто привезет нам их. Эх, инициативу бы повыше лучника. Сколько они единиц урона нанесли? Я не увидел, по-моему, четыре. Многовато что-то. Так, рыцари уже тут стоят. Много лучников. Не знаю, стоит ли. Разбойников давайте победим. Как далеко они ходят. А я не достану. Значит, надо... Я бы достал. А я достану, отлично. Один остался в живых. Так, ты ударил вот этого, что ли? Убил. Этот теперь точно не добежит до нас, крестьяне, защищайтесь. Рыцари, убейте этого. Отлично. Пять единиц урона нанес всего лишь. Без потери. И можно костерок этот подобрать. Так, здесь я золото уже взял. Отправляемся на разведку дальше. Так, шахта. И город. Вот только чей-то город. По-моему, эльфов. Я пока еще не разбираюсь с такой картинкой, какой-какой расе относится. Он вообще защищается? Скорее всего, да. Так, две руды. Ну, отлично. Просто так серу. Сейчас подберем здесь ресурс. Блин, дали бы лучше мне этих кристаллов. Какой день недели? Третий. Попробуем лучников победить и посмотрим, что там внизу. А вот и кристаллы. Эта карта меня слышит? То есть я прошу кристаллов, на тебе кристаллы. Я прошу лучников присоединиться. Пожалуйста, мы присоединяемся. Так, но мы осмотрели уже четверть карты. Значит, на остальной четверти будут как раз наши враги. Это плохо. Так, сохранюсь перед боем с этими лучниками. Присоединитесь. Как это работает? Это замечательно работает. А вот врага я не хотел. Хотя я про врага вспоминал как раз-таки. Да, давай деньги и скачем к замку. Будем его защищать. Так, а он нашего, этого героя не видит, надеюсь. Он пришел с юго-запада. Бежим в эту сторону. Будем просто собирать все. Так, а мне... Нет, мне не хватает ресурсов. Так, куда он поскакал, захватил, окей. Пополняем. Пока у меня войск нету на две армии. Это плохо. Потому что с одним героем это очень-очень напряжно скакать за каждым врагом. Наймем крестьян, пусть будут. Так, эту я купил. А заклинание благословения увеличивает до максимума урона, наносимый выбранной группой воинов. А замедление уменьшает скорость даже самой быстрой группы вражеских воинов. И проклятие уменьшает до минимума урон вражеских воинов. Не всех, а только определенной группы. Так вот, куда он поскачет? Давайте двинемся к нему, чтобы убрать эту угрозу. А у него людские армии. Значит, он захватил как раз людской замок, может. Так, собираем здесь. Отлично. Это что такое? Изученная земля. Я понимаю, но что там за башня? А вот еще один город. И это по заборчику мне напоминает эльфийский город. Проверим. Да, это... А, это и есть эльфийский город. То есть около меня тоже эльфийский город. И он ничейный. Хорошо. Еще один? Да ладно. Надо бы сюда направить армию. Только бы вот этот дурачок ускакал бы. Давайте его просто побьем. Угу. Убегает в ту же сторону. Я догоню. Нет, у нас будет один и тот же гандикап. Заберем шахту. И эту тоже заберем. Но далеко от себя не будем отходить от своего города. Как опасно. Так, отлично. Кристаллы. Сколько мне нужно? Шесть. Ну, я думаю, там шесть доберу. Ах, какой хитер. Он в обход к моему городу так поскакал. Шахту забрать успеем. Пошлите назад. Семь. Все. Я смогу сейчас построить для паладинов домик. Собор строим. И теперь можно захватывать соседний город. И там тоже наводить стройку. Что это вот такое? Маяк. Теперь маяк ваш. И все ваши корабли будут преодолевать большее расстояние за один ход. А вы не хотели бы мне дать конюшни, чтобы мои герои больше скакали? Вот это было бы куда мне выгоднее и полезнее, чем маяк. У меня нет ни одного корабля. Ни одного корабля нет. Опа. А он прям выслеживал моего героя. Сейчас убьют всех. Ну, не убили. Так достреляют. Ладно, сами умремте. Ну, это уже бесполезно. Пару выстрелов и... Та-дам. Вот не хочется уходить, заставляя город при этом без защиты. Можно, конечно, с этой стороны вот так проскакать. Давайте так и поступим. А здесь нам нужен еще герой. Так, мимо. Чернокнижник Колдуни. А вот Колдуни будет более оптимальным выбором за счет того, что мы захватим эльфийские города, и как раз она будет теми армиями ее управлять. Пусть пока в городе сидит, защищает. Та, завершить ход. Ничего необычного враг не делает. Не решается напасть при этом на город. Посмотрим Белиск. Ой, как он мало открыл. Только два фрагмента. А сколько их всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Снизу тоже шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Или я криво посчитал. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, восемь на шесть. И только две единицы убирает. Шестью восемь и сорок восемь. Следовательно, нам нужно аж двадцать четыре обелиска на этой карте найти, чтобы полностью открыть. Местонахождение артефакта – это очень-очень много. Вот. Чего я и опасался. Второй герой вот отсюда прискакал. Свора много. Если что, я смогу здесь паладинов нанять, да. Две штуки этих семь. Чтобы снарядить вторую армию для защиты. Пока захватим лучше на востоке. А в центре небольшого храма, скрытого от чужих глаз, стоит старый деревянный алтарь. На алтаре покоится золотая пластина, на которой начертан секрет древнего магического заклинания «Опознать героя». Что? Познать героя. Вражеские герои полностью опознаны. Ммм. Хорошо. А что это дает? А, это дает мне понятие о том, какая у них армия. Я понял. А это навсегда или только на этот ход? Ладно, бьемся с кентаврами. Зачем я сказал бьемся? Почему я не сказал присоединяем кентавров? Так, ну заблокировали отряд. Это хорошо. Но это должно было произойти. Ладно, потеряли одного-двух максимум. Один. Не критично. Захватываем город. Или это все людские города будут? Мне казалось, что такой заборчик именно у эльфов был. Пусть мои лучники. Первый выстрелит. Замечательно. Да ладно, выжили. Сейчас убьют рыцаря. Да, крестьяне убили рыцаря. Плохо потеряли одного, но ладно, сойдет. Защита плюс один и город захватили. А, это и есть людской город. То есть, это все людские города. Раз, это тоже такой же. И здесь тоже. Давайте его будем развивать. То есть, у нас будет... Ух ты, сколько лучников. Как это мне нравится. Значит, я зря нанял колдунью. Так, лучники, идите-ка все ко мне. Мы будем с одного залпа всех высекать. Так, а здесь что мы построить? Пока построить нечего. Я же построил главный замок. Так, никаких тебе кораблей. Отнимем. И с востока я не думаю, что к нам кто-то придет. Хотя здесь, наверное, можно всю карту по периметру оплывать на лодке. Ладно, завершаем ход. Я не против, если он будет держить. У меня армия, если что, будет в гарнизоне. Я смогу ее нанять. Можно и этот город сразу захватить. Почему бы нет? Так, ну вот это расстояние, это больше, чем один день. Поэтому ждем. Ох, как он блин. Вот это вот называется паскудничество. То есть он просто идет атаковать мой город, минуя меня. Это отвратительно. Да ладно, гоблины почти убили. У меня есть какое-нибудь заклинание? Давайте благословим лучников. Не знаю, просто благословим, чтобы было. Я чуть ли опять рыцаря не потерял. Окей, победа, атаку увеличили. Какие отвратительные враги все же. А вот здесь мне нужно... Я в замке стою, вроде бы стою. Так давайте наймем нашу армию. Так, а денег у меня не так много. Я думаю, если я найму самых крутых воинов и самых лучников, это прокатит. Ну, это уже на такими силами победите уже. А давайте выйдем в открытый бой. Что нам бояться? Так, так. А вот чего бояться этих 32 штуки. Ну ладно, бывает. Правда, паладинам очень неудобно идти. Это что было за заклинание? Слепота? Возможно, слепота. Так, снять чары нету. Проклятие, благословение. Давайте его... А нет, мне кажется, если я, например, благословлю, то эффект один заменит другой. Попробую. Не знаю, может это действительно так сработает. Так, выпробую. А он же опять специально это ослепление накладывает. Так, я зря так поступил. А... Да, сейчас мне сольют еще всех паладинов своими заклинаниями. Так, как и сдаться? Согласиться? Окей. Бежать? Да, окей. Загрузить? Да, автосохранение. Как еще удалять? Игры, которые сохранены, они просто мешаются. Да. А где вражеский герой? А, вот он как раз скачет к нам. Придется переиграть с этим. Ладно, переиграем. Всех отстрелим. Не буду даже бегать никуда. Ну вот здесь можно. Кристиан точно с удара убью. Окей. Сохраняемся. Я не хочу переигрывать еще раз эту биту. Так, вот мой замок. Максимум. Максимум. Нет, тогда я просто буду ждать замки его. Пусть сам заходит. Не пошел трус. Понятно. А теперь здесь эльфы охраняют. Как так-то? Вроде внешне абсолютно идентичные замки. И мои рыцари никуда не могут сходить. Естественно. Ох, вот за это спасибо вам. Все, гномов так же расстреляем. Они ж не дойдут. Нет, не дошли. Какие живучие гномы. Победа. Еще один городок. А вот это теперь эльфийский. Вот. Он практически так же выглядит. Как же их различать? Возможно, по вот этому шатру он тут какой-то большой. Ладно, захватили эльфийский город. Когда эльфийка будет цена нам. И нужно возвращаться, перехватывать вот этого дурачка, который скачет этот город, захватить мой. Так, ждем. Да, он именно к городу скачет и практически доскакал. Замедление. Иначе они у меня все мозги сожрут попытками преследовать моих лучников. Ослепление кинули. Ладно. Ждем. Убили. Ну, замечательно. Давайте еще удачный ход. Нет. Такой роскоши не дали. А лучники-то слепы. Слепы. Сбежали. Трусы. Но потратили мое время на это бегание туда-сюда. Так, синий герой. Это плохо. Мне нужен еще как минимум один герой. Вот ты тогда оставляй. Оставляй в гарниз... Да блин. Как хоть выбрать правильно? Оставляй в гарнизоне армии. И скачи на север. Будешь тот город стеречь. Пока армии у меня там нет. Ну-ну. Тут еще кто-то уже скачет. Так, вот я не понимаю. Он где-то около лучников. По-моему, вот здесь. Если здесь, то можно... Нет. Спокойно здесь не пройти. Тут огры мешают. Это все-таки хорошо. Так, и у эльфов нам нужно что-нибудь построить. Не что-нибудь, а конкретно вот это нужно построить. Иначе у меня не будет никакой защиты. То есть я не смогу никого нанять для защиты этого города. Так, а может занять еще центральный? Но четыре города на текущий момент я просто с ума сойду защищать. Хотя... Лучше пусть будут у меня и приносить какой-то доход, чем у врага. Но он их не развивает, заметьте. Замедлить гри... Ты... Замедлить грифонов, говорю. Чего? А где замедление? Как это работает? Ну ладно, проклянем. Они сейчас ударят лучников, но не так сильно. И все помрут. Это великолепно. Великолепно. Чужие лучники раньше моих стреляют. Я всегда о таком мечтал. Естественно. Победа. Это уж город людей. Да, и тут есть 31 лучник. Если что, сможем отбиться. Так, давайте посмотрим. Нет, не успеем дойти. Так, и здесь занимаем гарнизон. Так, стрельбище. Это очень важно. Без этих эльфов будет очень тяжело защищаться. Стрельбище и Стоунхендж обязательно построить. И колодец. Остальное не так важно. Враг придет, будет получать тонны стрел. Так, завершаем. Ну да. Особо больше никуда не стоит бегать. Так, овраг у меня где-то вот здесь скачет. Ага, лесопилку. Лесопилку нужно забрать. Ох, как я вышел. Ох, как я вышел. Прям вышел очень удачно. Хе-хе-хе. Давайте загрузим тогда. У меня же боев не было никаких. Потому что иногда, если соперник меня увидел, он начинает меня атаковать. Если не видел, то он как-то спускает это на тормозах. Так, завершим ход. Да. И эльфов. Нанимать даже не знаю, стоит ли. Давайте колодец построим. Если что, наймем. Так, открой мне монолит. А это в пустыне находится. Ну, пустыня, до пустыни нам очень далеко. Так вот, золотца можно подобрать. А нет, это два хода нет. Это долго. Орк, не приходи. Орк придет. Орк придет и рожу нам разнесет. Проклятие. Защищаемся. Мы же можем пережить. Как они так легко сломали стену. Почему так мало гарнизу наносит урона? Сколько у вас же здоровья? Сорок. Вы должны были уже умереть, тролли. Проклятие. Защита. Нет, ну я знаю, как это выиграть. Мне придется для этого опять перезапустить игру. Да, да, да. Окей, окей. Окей. Я не согласен терять этот город абсолютно. Я тогда найму себе войска. И попробуем сдержать этот натиск. Так, я же здесь эльф построил. Ну да, пусть четыре инвалида. Зато феи у меня аж сорок. Пятьдесят пять фей, думаю, смогут разобрать. А сколько у них урон? Атака четыре, защита два урона от одного до двух. Ладно, завершаем ход. Замедление на фейкин. Хорошо. Так, магия. Проклятие. Давайте орков отстрелим всех. Не все, хотя бы парочку. Феи могут всех, в принципе, разнести, но пусть они ждут. Главное, чтобы стены не сломали. Благословение. А нет, тут-то было. Проклятие. Вот против троллей я не рискну их выпускать, пока здесь есть тролли. Поэтому пусть защищаются. Хотя они могут слить тех же волков, но у них очень мало здоровья против гоблинов. Пусть защищаются. Ворков. Два-три, два-три. Давайте попробуем побыстрее троллей слить. Шесть и семь единиц урона. Нет, побыстрее не получится слить троллей. Когда хоть он помрет, этот тролль. Убейте всех. Отлично. Пусть это одна единица, все мертвы. Эльфа моего не убили. Замечательно. Ну, ломайте стены, мне без разницы. Ой. И все, победа. Только за счет того, что у нас очень много классных фей. Замечательно. Но нужно быть на чеку, так как, мне кажется, герой хоть зеленый пришел отсюда. Он вот здесь расположен очень-очень рядом. Поэтому нужно строиться. И строиться желательно побыстрее. А Стоунхенд, чего не хватает? Гильдии магов. Для гильдии магов у меня всего хватает. Строим. А что я вас не нанял в прошлый раз? А ну-ка. Так, стоит ли вот это мне забирать? Заберем-ка лучше лесопилку. Или еще лучше вражеского героя. Вот это просто оптимальный вариант забрать героя вражеского с собой. Заклинания. Они что ли одноразовые? Ну, то есть, здесь указывается число применений заклинаний. А как только оно кончается, то все мы больше не можем использовать. Странно. Странно. Ладно. Замечательно. Получили по башке. Сейчас одного рыцаря еще отстрелят. Нет, не отстрелят. Если я все сделаю правильно. Да, все сделал правильно. Потеря одного лучника допустима. Получаем знания. И захватываем лесопилку. Это очень классно. Лачуга. Кто в лачуге живет? Кто в лачуге живет? Вот в лачуге... Как это называется? Где живут крестьяне? Мазанка. А лучники на стрельбище. Мне кажется, в лачуге в прошлый раз ко мне лучники присоединились. Ладно, завершаем ход. Проверим как раз. Нет, гоблины. На этом не тратить ходы не следует. Загружусь лучше. Очень маленькое передвижение не способствует изучению мира. Где здесь может быть город? Кажется, либо вот здесь, либо вот тут. Так, еще одна шахта. Все, я вижу город. Надо его сразу же атаковать. Не будем ничего дожидаться от врага. Никаких послаблений. Стоунхендж. Ртуть после этого кончится. Мне для чего-нибудь еще ртуть и нужна будет? Единорогов нет. В людском городе вообще, по-моему, ртуть ни для каких постройок не требуется. Руда, руда. Нет, нет. Нет, ртуть и сера людям не нужна. Поэтому строим. Отлично. Опа. Кто это? Это не изученная земля. А давайте немного выйдем. Тык. Тык-тык. Немного-немного-много-немного. Я, конечно, из этого все понял. Абсолютно все. Защищаемся. Единорогов стоит ли строить? Нет, пока не буду. Хотя почему? Я же смогу их нанять. Денег хватит. Вполне. Так он меньше вероятности, что рискнет на меня напасть. Так, городок. Жаль, полхода не хватило. Да, кончить ход. Нет, рискнул. Рискнул здоровьем. Так, здесь у нас уже больше орков, но у нас появились и друиды. Слепата, ну ладно. Так, сюда. А, эльфы пусть орков отстрелят. Как-то эльфы очень хреново стреляют, я вам скажу. Как не эльфы, а инвалиды какие-то. Не сломался, отлично. Вот это я понимаю, гарнизон с одного выстрела убивает. Может, сила гарнизона зависит от самого гарнизона, который тут сидит? Благословение. Двойной урон. Выживи, единорог, пожалуйста. Один умер. Жаль. По идее, должны всех убить. Да, замечательно. Победа. Так, а вот здесь где-то враг скакал. То есть у него еще где-то в этой области есть замок. Хорошо, этот захватим. Нет, мы сможем захватить. Я не вижу никаких проблем расстрелять лучников. А у меня... Все, больше не владею заклинаниями. Так, так, так. А эту стену проломил или нет? Да, проломил. Ай. Отлично. Плочники умерли. Гидры до нас не достанут, как понимаю. Да ладно, не смогли убить копейщиков. Достали. Отлично. Ответьте, пожалуйста, до того, как выстрелит эта башня. Да, смогу. Замечательно. Цена 8 лучников. Захват еще одного города. Так, у тебя тоже слабая армия. Идем сразу в атаку, не ждем. Что это за пещера демона? Так, мы здесь защищаемся. Да. Так, я нанял всех, кого возможно. Ничего строить больше смысла здесь нет. Потому что до башни с драконом у меня в любом случае ресурсов нет. А все остальное не так важно. Можно, конечно, таверну построить для увеличения морали. Но нафиг. Да, завершаем ход. Ах вы, уродцы. Ах вы, уродцы. Вот что они творят? Посмотрите на них. А в чем? Я по болоту так медленно хожу. Ладно, займем город. Сейчас мы потеряем центральный городок. Или не потеряем? Мало-мало свора. За счет вот этой вот своры я, скорее всего, город и потеряю. Потому что у меня нет возможности его защитить. Так как горгульи точно перелетят. Какие фениксы? Грифоны точно перелетят. Но стоит им дать бой, я считаю. Построить замок. Потратить для этого, да, деньги. Но дать им бой. 38 лучников будут давать бой. Хотя, если это бесполезно... Давайте немного иначе поступим. А то сейчас автосохранение перезапишут после стройки. Так, этот ход завершаем, да. А вот теперь сохранимся, построим. И если эти лучники не дадут бой, не будем просто их нанимать. Золото все-таки у нас не безграничное, не бесконечное. Так, а что здесь построено, кстати? Все нанято, нанято практически. Крестьян много. Ресурс. Защита. А у меня появились новые заклинания, как я зашел сюда? Да, заклинание ресурсов появилось. Они перезаряжаются, может, раз в неделю как-то? Я не совсем эту систему понимаю. Так, я вроде бы сохранился. Сохранюсь еще раз. Еще раз сохранился. Встроим гарнизон. Замок который. И попробуем дать бою. Завершаем ход, да. Испугался. И вот у меня опять... Я не понимаю, почему колдуны так далеко ходят. Опять не хватает жалкого хода, чтобы его победить. И при этом вот это, который город южнее, это тоже не его родной город. Как я понимаю, вот мое родное все зеленое. У чародей этого долбанное болото. Вот здесь чародейские города будут расположены. Мне не хватает хода. Вот куда он навострил? Либо в мой центральный город, либо я не знаю куда. Давайте просто поскачем на максимальное расстояние. Здесь держим защиту. Тут... Можно, конечно, построить что-то, но мне кажется, это не выгодно нам сейчас, потому что мало ли он пойдет к столице, а там никто не защищает ее. Нет, развернулся назад, и они все поскакали к этому замку. Нет, этот поскакал все-таки захватывать, видимо. Ладно, уберем сейчас этого врага. Гидр я трогать не буду, они слишком жирные, и у них и урон выше. Ослепление. По традиции. Прозрели, что ли? Один умер, ладно. Еще раз ослепление, еще один умер. Ладно, гидры так далеко не ходят. Сейчас их нужно атаковать, но мне не хочется. Хочешь, не хочешь, а твои всадники умрут. Игра мне говорит. Замечательно, встаньте по центру и уйдайте. Нет. Как же это омерзительно. Самая худшая ситуация. Сожгли мне всех, кого можно. Хорошо, победили, но очень плохо. Хорошо, но очень плохо. Именно так нужно говорить в данной ситуации. Мне каким-нибудь образом нужно оказаться в столице. Ладно, завершаем ход. А он просто скачет. Так, здесь я смогу пополнить хоть немного свои потери. Да, немного смогу. Но дело в том, что лишь немного. Нет, я не буду ничего строить здесь. А почему у меня дерево так мало? Руды аж 105. Не лесопилки, что ли, все подрубили? Нет, вот одна моя работает точно. Вот она вражеская. Я ее сейчас скоро себе тоже загребу. Нужен еще один герой. Нужен герой-бегун. Так, ты... Давайте его наймем. Нанять, чтобы он просто здесь всякие шахты захватил, ресурсы захватил тоже. Вот пам. Все. Вот это сейчас поднимем. Здесь мы защищаемся. Завершаем ход. Да, он направляется прям четко. А вот к какому городу он направляется? Здесь у меня кроме лучников ничего не будет. Какой радиус у тебя перемещения? А если что, я смогу его перехватить. Так, а здесь мне бесполезно за ним гнаться. Да давайте я там его лучше перехвачу, а тут я южный город себе заберу. Чтобы совсем уже выкурить и вот этой линией обороны владеть. А здесь же есть у меня тьма. войск кого нанять? Пусть варвар принесет мне войска. Да, давайте его наймем тоже. Вот. Самое обидное будет, если ко мне кто-то на корабле приплывет. Это будет просто потеря-потерь. Так, ты давай ко мне скачи. Нет, с ограми я не хочу иметь дело. Давай просто мирно поскачешь как-нибудь. Завершаем. Зеленый игрок разгромлен. То есть остается синий, а зеленый как раз вот этот. Значит, вот здесь очень мощный желтый игрок. Так, перехватчики. Перехватчики пополняют войска. А вот не факт, что это будет перехват. Прям жесткий перехват. Могу я еще и отгрести сам. Попробуем перехватить, конечно. Если что, сохранение авто есть. Твоюж. Не хватает одного шага. Одного гребаного шага. Да? Давай ты выйдешь. Давай ты пополнишь отряды. А мне не за что пополнить. а тут у меня кто-нибудь есть для защиты. Тут есть немного лучников и все. Я даже не знаю. Давайте попробуем таким составом выиграть у него. А я да, я сейчас никого нанять и не могу. Завершаем ход. Зеленый разгромлен. Ну что, пробуем. одна гидра. Снять чары, что-то еще знаешь? А как перелистать? Видимо никак. Предлагаю стрелять в кентавров, а горголей занять с феями. Так, сожгли мне друида. Так, вы сможете их победить? Нет, только получили лишний урон. ай. Ай. Да ладно, всех. защищаем защищаем ся. У меня один единорог остался. Так, но до него не успеет дойти. снимем с него чары слепоты. А это со всей карты снимает. Черт подери, вот это плохо. Я хочу поколдовать. Гребаные горгульи. Так, вот нельзя агрить гидру, иначе она единорога ударит. помри ты уже, горгулья. Наконец-то. Единорог, живи. Все, о чем я тебя прошу. Единорог, живи. по одной единице урона. 11. Единорог помер. Теперь гном. должен выжить как-то. Две единицы урона. Одна единица. очень-очень-очень близко. Мне кажется, мне не хватит какой-то капли. Это все из-за того, что мы их феи сожгли. Давайте перезагрузимся, потому что, но это не дело. Да, не дело. Тут не хватило совсем чуть-чуть. куда я залез. Так, автосохранение. Завершаем ход. Он скачет сюда. То есть, получается, первым делом кого нужно уничтожить. стрелять в кентавров. Можно первым делом горголью попытаться уничтожить, но у них очень высокая защита. у грифонов даже поменьше защиты. Давайте кентавров. Друид ушел. Гарголи летят. Мы сейчас их уничтожим. Всей гурьбой. Так, ты не атакуй. выжили. Они выжили. Они выжили, чтобы кто-то другой умер. Вот вопрос. У меня сейчас расклад, мне кажется, еще даже хуже, чем был раньше. Гарголи сейчас убьет моего единорожка. Какие же они живучи. Какие же они чрезвычайно живучи. Да убейте ж вы их. Отлично. Только вот сколько жить осталось моему единорогу это вопрос. Информация о войне единорог. Покажите мне здоровье оставшееся. хотя бы. Но нет, не покажут. Осталось 73 единицы здоровья. здоровья. Осталось сколько? 73 62 единицы здоровья. Осталось 60 единиц здоровья. 56 здоровья. 56 я не заметил сколько ударилась сейчас стоим тут гномы теперь ваша очередь 7 единиц ok на эльфов благословение бейте сильно черт проклятие вот стоит ли атаковать их ладно как только гном помрет будем атаковать а замедление суп гном живи главное черт и давайте конечно лишний ход почему бы и нет будь ты проклята гида а единорог теперь не может достать до нее просто супер ослеплен отлично еще раз ослеплен еще раз вот да и вот на таком моменте предлагаю закончить с этой серии на сегодня спасибо всем за просмотр если кому понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал никогда не покупайте youtube премиум лучше покормите бездомного котика всем спасибо всем пока